Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня четверг и, как всегда, по четвергам на нашем канале в прямом эфире программа «Наш город». Тема нашей сегодняшней передачи официально звучит так. Говорить мы будем о работе администрации города Горного Тайска с гражданами старшего поколения. Но это официальная такая версия. А вообще, по сути, в майские дни, в первые дни мая мы по традиции встречаемся и разговариваем о ветеранах. И в том числе понимая, что наша программа выходит накануне Дня Победы. Я представляю участников нашей сегодняшней программы. У нас в студии Станислав Степанович Чухтенев, заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы. И Мария Павловна Гайдобрус, председатель совета ветеранов города Горно-Алтайска. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, я несколько слов скажу нашим зрителям, где нас можно смотреть с использованием современных устройств. Я всем настойчиво рекомендую в интернете найти наш новый медиапортал. Его адрес запомнить очень просто. Регион04.онлайн. И я сравнивал с нашими возможностями, которые мы используем уже достаточно долго, год-полтора. Это система Винтера. На мой взгляд, даже удобнее пользоваться. Поэтому всем настойчиво рекомендую. Также у нас идет прямая трансляция в нашей группе в социальной сети Одноклассники. Найти нас очень просто. В поисковой строке наберите две буквы ОК, что означает Одноклассники. Дальше Планета Сервис. Попадаете на нашу страничку и там увидите прямую трансляцию нашей программы. Ну а сейчас очень короткая информация. Все-таки вот о нашем новом ресурсе. Регион04.онлайн. Пожалуйста. Медиагруппа Планета Сервис представляет новый информационный медиапортал «Регион04.онлайн». В нем отражена лента событий, раздел афиша, большое количество видеоматериалов и прямая трансляция телеканала Планета ТВ. Приглашаем к сотрудничеству по размещению информации и рекламы всех заинтересованных лиц. Ресурс работает в тестовом режиме. Будем благодарны за отзывы, советы и рекомендации. Итак, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире Телефон Студии, как всегда, 2.11.00. Если тема нашей сегодняшней программы для вас важна, пожалуйста, звоните. Мы попытаемся ответить на все вопросы. Ну, а по традиции мы должны предоставить слово нашим гостям. Итак, Станислав Степанович, пожалуйста. Спасибо. Действительно, уважаемые зрители, встреча наша сегодня проходит в преддверии Великого дня, Дня Великой Победы. Это не означает, что мы только граждан старшего поколения вспоминаем накануне праздников, накануне наших знаменательных дат. Нет, работа администрации, она тем и важна, что строится на постоянной основе, ну вот в частности, наша сегодняшняя тема по работе с гражданами старшего поколения. Но сначала несколько цифр для общего понимания с тем, чтобы было ясно все остальное. В настоящее время на территории муниципального образования города Гурналтайск проживает более 16 тысяч пенсионеров. Как видите, это очень большая армия, это серьезная сила, которая требует внимания, так скажем, всех структур, которые с ними взаимодействуют. Ну, в том числе у нас 42 участника инвалидов Великой Отечественной войны, которые живы и здоровы сегодня в наших рядах. Здравствуйте. Понятно, что их с каждым годом становится меньше, но мы рады, что сегодня вот то количество, оно с нами. Очень отрадно, порядка 142 у нас долгожителя старше 90 лет. На наш небольшой город, это очень такая существенная цифра, 142 долгожители. Я думаю, вам самим интересно будет, тоже запомните это и понимать. 200 человек вдов, участников Великой Отечественной войны, проживает в городе. 2080 человек, это дети войны. И 482 человека, тружеников тыла. Как видите, все категории людей обозначены, все наши, так сказать, знания, вот тех людей, которые сегодня требуют свое внимание, обо всех мы их знаем. Поэтому администрация города уделяет особое внимание и проявляет заботу на ветеранах Великой Отечественной войны. К каждому нуждающимся оказывается посильная помощь. Это и участвуем в решении хозяйственных проблем, которые и бытовых, которые у них возникают. Понятно, что это оказание помощи в оказании медицинской помощи, социальной помощи, да и решение целого ряда других проблем. Так полностью на сегодня выполнен указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2008 года по обеспечению жильем ветеранов ВОВ. Должен отметить, что в прошлом, в 2016 году, последние 7 из списка были обеспечены жильем. На сегодня все ветераны, то есть указ в полной мере выполнен. И потрачено это было порядка более 8,5 миллионов рублей. Как видите, государство знает и заботится, и решает те проблемы, которые стоят в целом. Но и за весь период действия вышеуказанного указа улучшили жилищные условия 307 ветеранов Великой Отечественной войны в городе. В 2016 году работы также продолжились в плане улучшения жилищных условий наших ветеранов. Это порядка в 16 жилых помещениях по заявкам участников и вдов был пройден капитальный ремонт. Также за счет средств и городского, и республиканского бюджета текущий ремонт пяти ветеранам. То есть как бы без внимания не оставляем. Все возникающие, так сказать, их желания, решения стараемся, по крайней мере, включить во всевозможные программы и исполнить. В рамках реализации муниципальной программы, есть такая в городе программа, это адресная социальная помощь и проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном образовании города Горно-Алтайск. Здесь существует целый ряд мероприятий по оказанию единовременной, как материальной помощи в денежной форме, так и в виде продуктовых наборов. И они направлены на газификацию наших граждан, на ремонт жилого помещения, на приобретение топлива в зимних условиях, когда мы, продуктов питания, одежды, обуви, ну и ликвидацию последствий пожара. Вот такая адресная программа существует. Также в рамках месячника пожилого человека проводится ряд акций. Это такие, как и овощи, и солдатские вдовы, солдатские матери, тепло души, день памяти жертв политических репрессий, день памяти и скорби. Так, за 16-й год 333 пенсионера получили вот такую помощь в том или в другом виде, согласно их пожеланиям и заявлению, на сумму более полумиллиона рублей. Ну а в рамках раздела почетные ветераны и граждане города Горно-Алтайска, также единовременно денежная выплата предоставляется лицам, удостойным званиям. Это и почетный ветеран города, и почетный гражданин города. 31 ветеран у нас бесплатно еженедельный вестник Горно-Алтайска получает. То есть, как бы, 8 у нас почетных граждан в городе, которые также на единовременную помощь, ежемесячную, на 125 тысяч получают. Ну, то есть, все те категории никто без внимания не остается. Ну, с 2012 года в городе по инициативе Совета ветеранов действует акция «Санаторий на дому». Здесь Мария Павловна вам больше и лучше про это расскажет, потому что это очень хорошая акция, позволяющая нашим гражданам маломобильным получать медицинскую помощь уже в домашних условиях, что очень немаловажно. Ну, социальными службами города систематически проводится комплексный мониторинг по проверке условий жизни, социально-бытовых условий, проживания и состояния здоровья. То есть, это постоянно, ежеквартально проводится такой мониторинг, потому что время идет, мы прекрасно понимаем, что и условия меняются, и стареют наши ветераны, к сожалению. Поэтому, чтобы знать и оценивать все, что вокруг них происходит, ежеквартально мы проводим такой мониторинг. Последний состоялся буквально в начале года. Результаты анализируются, обрабатываются. Кому какая помощь требуется на сегодняшнем этапе, это уже в разные программы все будет включаться. Социальными службами также систематически проводится традиционная администрация города совместно с правительством и чествует старшее поколение. Понятно, что в преддверии Дня Победы ряд всевозможных акций был, это как в День Воинской Славы, в День Победы. Чествуем участников войны, вручаем поздравления и подарки в юбилейные дни рождения. Так только за 16-й год памятные подарки и поздравления главы Республики Алтай и мэра города получили 89 юбиляров. Даже такое небольшое внимание, оно для них очень ценное. Они, можно сказать, даже ждут его и знают, что без внимания не остаются. И администрация города всегда приходит в таких случаях, скажем, по крайней мере, отдать дань должное их заслугам и все, что происходило, в чем они участвовали. Также ежегодно проводятся социально значимые мероприятия для граждан старшего поколения. В городе действует у нас 6 творческих ветеранских коллективов. Это те, которые нас радуют во всех наших мероприятиях праздничных, во всех наших мероприятиях, которые проходят в рамках всех мероприятий в городе. Три ветеранских клуба. Для решения текущих проблем старшего поколения ежегодно привлекаются молодые добровольцы. Нынче была непростая зима, и не только молодые, а уже чувствуют, так сказать, ответственность многие взрослые люди. Это и коммерческие структуры, это и горожане разных возрастов. Приходили учебные заведения, общественные организации. То есть все предлагали свою помощь с тем, чтобы у нас все службы работали, старались эти списки отработать. И просто раздавали, чистили снег, убирали во дворах, поскольку, понимаете, что если человек в возрасте, то ему самому, а еще не говоря уже о крыше, это было сложно. По крайней мере, все обращения, какие были по нынешнему году, по нашей непростой зиме, они все отрабатывались. Я не скажу, что кто-то был в обиде, кого-то мы оставили без внимания. Несмотря на то, что администрация города оказывает поддержку и заботу о старшем поколении, конечно, достаточно много еще острых вопросов, проблем, которые требуют своего решения. Ну, основная, конечно, масса вопросов. Все, что в рамках возможности, полномочий администрации, у нас делается, прямо скажу. Но то, что вот взаимодействие с республиканскими ведомствами, это все не просто. Это то, что всегда касается финансовой составляющей. Очень остро в городе стоит вопрос по Дому ветеранов. Мы буквально и правительство, и город в 2016 году как пытались решать ее. Ну, понятно, что под нашим большим желанием Дом ветеранов сразу не появится. Поэтому искали варианты, находили всевозможные такие, в частности, как вот эти шесть наших культических коллективов, приспособленные помещением возле городского Дома культуры. Мы его приводим в чувство, ведем в нем ремонт, с тем, чтобы наши ветераны там могли собираться, все свои мероприятия, по крайней мере, проводить и как-то общение налаживать. Вот небольшой вроде, а уже вот даже шесть этих коллективов, они уже там находят свое место и клубы. Ну, то есть пошли по пути, будем подыскивать помещение где-то устраивать. Сейчас с обществом слепых работаем, есть у них возможности. В наших библиотеках всевозможные досуговые мероприятия проводятся. Ну, то есть стараемся максимально создать им условия. Ну, а также оказывается действие в обеспечении доступной медицинской, социальной помощи гражданам, оказывать материальную помощь малоимущим, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, ну, и тоже проводить социально значимые мероприятия для граждан старшего поколения. В любом виде, как бы, все то, что на сегодня, вот, как бы, обозначено по работе с граждан старшего поколения, ну, могу не кривя душой сказать, что весь спектр возможных, вот, скажем, наших взаимоотношений, вот таких, нашего взаимодействия, он, как бы, находит в своей работе отражение. Ну, здесь тоже вот и Мария Павловна скажет, потому что мы в теснейшем контакте, по взаимодействии работаем с городским советом ветеранов, который возглавляет бессменно многие годы очень уважаемый человек Мария Павловна Гайдабрус. У нее самой очень активная жизненная позиция, и весь актив ее такой же. Сами живут неспокойно, молодцы. В хорошем смысле этого слова. И не дают нам, как бы, застаиваться постоянно, значит, ищем совместно возможности для решения всех возникающих вопросов. Поэтому вот такое сотрудничество, оно очень, как бы, дает хорошие результаты. Ну, вот, по крайней мере, то, что я хотел бы на этом этапе сказать. Ну, Мария Павловна, пожалуйста, со стороны, да, Совета ветеранов, что делается. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну что, Совет ветеранов занимается только ветеранами. Я не завидую администрации, потому что у них много вопросов, которых надо решить. А Совет ветеранов занимается только ветеранами. Все у нас ветераны объединены в первичные ветеранские организации. Их 110 у нас, ветеранских организаций. И стараемся ветеранам помочь. Все часто задаваемые вопросы выносим на решение в администрацию. Так как у нас планерочки теперь раз в месяц, то я могу задать вопрос еженедельно. Я на каждой планерочке, каждую неделю бываю в администрации. То есть у ветеранов в этом смысле есть преференция? Да, преференция. И сразу принимаются меры, если что-то неладно где-то у нас. Могу сказать, это общественная организация у нас. У нас никаких средств нет. Помочь мы материально не можем, но мы можем поставить вопросы и сказать, куда пойти, кому пойти и зачем пойти. И получить решение. Если нужно договориться о приеме, значит мы либо на Станислав Степанович, он курирует нас, либо на Ольгу Владимировну Абрамову выходим, чтобы какой-то вопрос решить. Ну вот говорили о участниках войны. Вы знаете, у нас всем в этом году исполняется 90 лет. В следующем году все будут до единого старше 90 лет. Один ветеран будет праздновать 100-летие. В августе месяце. Санаторий на дому. Это хорошая вещь. Так как у нас ходячих ветеранов немного, но человек 8-10 от силы. Те, которые выходят из дома, где-то бывают. Остальные у нас маломобильные ветераны. Представляете, маломобильные. И если дочь приходит или внук приходит ухаживать, это пришел, накормил, чего-то прибрал. Иногда и побеседовать некогда. Поэтому вот санаторий на дому. Вот такое мы предложили. Это медицина и соцзащита к ветерану выходят на 2 недели. Капельницы, какие-то лечения. Обязательно массаж, если ему показано. Все по показаниям. Не так возьми, что мы принесли. А все по показаниям. Очень плотно работаем с поликлиникой. В этом году у нас только 4 ветерана прошли санаторий на дому. Потому что один отказался. Говорит, я не доверяю этим массажистам. Некоторые от госпитализации отказались. Потому что мы уже в таком возрасте, когда мы иногда себе не доверяем. Поэтому работаем с ветеранами. Мы очень много, совет ветеранов, бывает на дому. Соседка позвонила. Неделю бабушка голодная. В чем дело? Звоню Медведеву Ивану Федоровичу. Рядом он живет. Я говорю, ну сходи, пожалуйста. Он говорит, сейчас купи молока и какую-нибудь крупу, чтобы бабушку накормить кашу. Вот, отзванивается. Сходил полчаса, она, видать, ползла к двери. Она маломобильная открыла. Он ей каши наварил. Он накормил ее. Она сказала, что нужно меня помыть. Я давно не мылась. Соцзащиту построили. Все вышли, все. И вот сразу соцзащитой определяемся. Пожалуйста, обследуйте. За человеком должен быть уход. И соцзащита осуществляет этот уход. А так как нас много, общественников, и мы живем в разных частях города, поэтому все вот эти вопросы мы держим на контроле. Чтобы никто не остался голодный, холодный и так далее. Без внимания. Без внимания. Вот, ну, совет ветеранов очень активные такие все наши. В этом году мы будем праздновать 30-летие. Это общественная организация, самая старая в городе. 17-го числа в 3 часа в Доме культуры. Вот, будет торжественный пленум, посвященный 30-летию. Вот, расскажем, что было и что стало. Вот. Ну, забегая вперед, хочу сказать. Вот, мы стали работать с университетом. У них есть факультет, который готовит в соцработниках. Меня приглашают на беседу. Ну, нельзя сказать на лекции, уж какие из нас лектора. Но на беседу приглашают, рассказывают, что это такое вот общественная работа. И к нам направляются студенты на практику. У нас в году дважды бывают студенты на практике. Вот, мы их прокатываем по всем ветеранам и нуждающимся, и те, которые юбилеи празднуют, и мероприятия, и так далее. Вот, это новое. Мы стали праздновать День здоровья. Это у нас обязательно ждем теплый день. И обязательно собирается много народу. Но у нас не такие официальные соревнования. А соревнования, которые приемлемы для ветеранов. То есть, вот такие Дни здоровья. Очень популярные у нас в городе. Проводится Совет ветеранов. И вот новое, что мы ввели. Я думаю, что, вот Станислав Степанович сказал, что у нас почетных ветеранов 31. Это очень хорошая вещь. Ну, как поощрить тех людей, которые работают бесплатно? Надо их поощрять. Вот они газету получают, они эту газету берут бесплатно, подписывает администрация города. И они чувствуют себя, что они не обиженные, не обделенные. И они впереди всех идут. И они нужны. И они нужны. Я прошу прощения, у нас осталось 5 минут всего лишь. А есть ряд вопросов, на которые нам нужно ответить. И я прошу, давайте мы ответим сначала на те, которые поступили уже во время программы, позвонили нам люди. Гульнара Садыковна такой вопрос задает. Будет ли предоставлена пенсионерам машина для вывоза мусора после уборки огородов при усадебных участках, так как сжигать запрещено сейчас противопожарный режим, а вывезти не на чем, особенно с отдаленных высокогорных улиц. Что-то можем мы ответить? Вопрос, ответ очень достаточно простой, потому что у нас уже на протяжении трех недель идет работа по уборке города. Поэтому здесь, чтобы не занимать лишнее время, в эфире, значит, жители организовываются, собирают мусор, в одно место его собирают, затем звонок в наше управление коммунального хозяйства, телефон приемный на сайте их есть, и бесплатно отправляется машина. Погрузка, в случае, если люди немощные, скажем так, которые не смогут сами погрузить, то и помощь с погрузкой будет. Но там, где люди в состоянии, значит, машина бесплатна, на ТБО, где принимают у нас на полигоне бытовых отходов, для них тоже бесплатно, хотя все там это за деньги, понимаете. Да, поэтому талоны в машине выдаются, и они все вывозят. Мы поэтому все в городе заинтересованы убрать этот мусор. Да, действительно, противопожарный режим, да, ЧС объявлено, поэтому жечь ни в коем разе ничего не нужно. Лучше выносить и увозить будем, помогать. Такой порядок сейчас существует. Спасибо. И такой вопрос Александра Михайловна задает его. Причислена ли категория репрессированных к ветеранам Великой Отечественной войны? Если да, то имеются ли у этих людей какие-то льготы? Нет. То есть это отдельная категория? Льготы есть. Им доплачивают к пенсии 260 рублей, какую-то сумму доплачивают, а они не участники войны. Так, следующий вопрос. Анна Игоревна, автор. Скажите, сколько платят, и идет ли трудовой стаж за уход за пожилыми людьми? Ну, действительно, уход за пожилыми людьми осуществляется. Компенсация за это составляет 1680 рублей. А период ухода входит в вторую часть пенсии. Поэтому как бы это дело вот такое поддерживаемое, скажем так. Следующий вопрос. Виктор Степанович спрашивает. Мы пенсионеры, жена инвалид первой группы. Мне, старому и больному человеку, трудно ухаживать за ней. Можем ли мы рассчитывать на постороннюю помощь? Полагается ли в таких случаях уход? Ну, действительно, ситуации разные бывают. В любом случае всегда надо. Есть у нас управление социальной поддержки населения. Телефон 4-51-57. Сами они располагаются на Ленина 108. Если вы придете туда, получите полнейшую консультацию. Понятно, что социальные услуги, входящие в стандарт, оказываются бесплатны для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Для вдов участников и для граждан с доходом ниже полутора прожиточных минимумов. А пожилые граждане и инвалиды не относящиеся к этим категориям обслуживаться на платной основе. Поэтому надо прийти туда. Вас со всех сторон это все дело изучат и все рекомендации дадут. Что положено, вы все получите. У меня такой вопрос. У нас в эфире осталась буквально минутка. Но у нас есть возможность продолжить. У нас ведется запись. Мы можем ответить на все вопросы и потом запись выложить в интернет-ресурсы. Продолжим. В таком случае мы с теми, кто нас смотрит в эфирном канале, прощаемся. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о работе администрации города Горно-Алтайска с гражданами старшего поколения. И вот именно об этих вопросах мы сегодня ведем беседу с нашими гостями. У нас в студии Станислав Степанович Тюхтенев, заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы. И Мария Павловна Гайдобрус, председатель Совета ветеранов города Горно-Алтайска. Уважаемые телезрители, те, кто нас смотрит в эфире, мы с вами прощаемся. Спасибо, что нас смотрели. Мы продолжаем работу в сети интернет, продолжаем запись программы. И запись потом будет выложена в полном объеме. Итак, Станислав Степанович, следующий вопрос. Эльвира позвонила и спрашивает. Хотелось бы узнать, есть ли в нашем городе место для пенсионеров, где им предоставляется организованный отдых, где они могли бы заниматься настольными играми, общением, просмотром и обсуждением фильмов, чтением стихов и так далее. Хотя, в общем-то, вы частично уже ответили на это. Ну, давайте еще прямо конкретно. Может быть, Мария Павловна, вы дополните. Нет, здесь больше, наверное, то, что касается управления социальной поддержки населения, потому что на их базе ряд вот таких вот вещей организован. Там и работают психологи у них в этом центре, достаточно квалифицированные, которые могут по результатам консультированные сеансы, разгрузки психологически возможные, сенсорные комнаты, у них там есть комнаты для релаксации, расслабления, снятия стресса. Кроме того, учреждения у них досуговые мероприятия организованы, там кружки работают, занятия в клубах, тоже которые смогут наши ветераны посещать. Ну, а вот при городском Доме культуры действуют творческие ветеранские коллективы, о чем мы уже говорили. Поступило еще несколько звонков, давайте мы тоже на эти вопросы ответим. «Какие льготы предоставляются детям войны?» Василий Федорович спрашивает. Ну, не знаю, вопрос большой, но можно как-то коротко хотя бы? Закон принят, пока он финансово не обеспечен, вот пока льгот никаких нет. А закон принят. Следующий вопрос, Полина Георгиевна Фролова. Работают ли в городе для пожилых людей службы по социальному обслуживанию, парикмахерские, психологическая поддержка и так далее? Станислав Степанович, я сейчас отвечаю. Только что сейчас об этом говорили. И вот такой вопрос, к сожалению, человек не подписался, может быть стесняется, потому что, ну поймете сейчас почему. Может ли пенсионер, ветеран труда получить бесплатную путевку в санаторий, обращаясь впервые в жизни, так как никогда не пользовался этими льготами? Куда можно обратиться за такой путевкой, если такая возможность имеется? Ну, в этой категории все равно надо в обязательном порядке посетить этот центр, получить там все консультации, определенные льготы есть, но другое дело, что там все регламентировано. Поэтому в первую очередь, вот телефон есть, адрес есть, прийти и все для себя определить. Потому что сейчас достаточно количества категорий, которые теми или другими льготами пользуются. И я не хочу быть, что сейчас... Да, голословно. Да. То есть в индивидуальном порядке этот вопрос не решает? Там с каждым индивидуально работают. Следующий вопрос Валентина Федоровна спрашивает. Почему социальная защита оказывает помощь только одиноким пенсионерам? А если семья, допустим, пожилых людей, но также нуждающихся в уходе, сама не может входить в эту категорию для представления помощи, как быть в этой ситуации? Ну, здесь несколько неверная информация, потому что социальные услуги предоставляются пожилым гражданам и инвалидам, независимо от их семейного положения. Поэтому также для оказания вот этой помощи необходимо обратиться в центр, представить, необходимые они скажут, какие документы, и на основании их они получат вот эту вот помощь. Поэтому телефон, еще раз напоминаю, 4-51-57, улица Ленин, 108. То есть туда нужно обращаться? Да. Марина звонила на такой вопрос, ну, собственно говоря, мы отчасти говорили уже на эту тему, но тем не менее. Проводят ли у нас в городе обследование пожилых людей, как, например, мечник здоровья, то есть консультация врача, диагностика, выездная лаборатория для анализа крови и так далее. Им бывает тяжело самим ходить по кабинетам и лабораториям. Сразу в один день могли бы в одном месте вот такое обследование пройти. Сколько сразу людей смогут получить квалифицированную консультацию и помощь? Марина. Ну да, это очень хорошее пожелание, чтобы все мы сегодня уже слышим, чтобы в одном окне все получать, помощь в одном месте получать. Но тем не менее, сегодня существуют определенные, так сказать, условия. Каждый человек, независимо от возраста, может пройти плановую диспансеризацию. Это один раз в год, независимо от возраста. И все равно это по рекомендациям терапевта участкового, все равно это согласно листа диспансеризации. Проходят консультации врачей. Все это на базе бюджетного учреждения Республики Алтарь и Республиканской больницы, это которая амбулаторно-поликлиническая, их отделение. Ну и также у каждого гражданина есть возможность. У нас очень ответственно работает врачебно-физкультурный диспансер, где можно сдать анализы на факты резкого отделения и всевозможные консультации получить. Ну а отделение Центра здоровья ведет ежедневный прием по медицинским полисам. Фактически очередь там не существует. Для информации граждан старшего поколения в Центре работают школы здоровья и по гранхиальной астме, по сахарному диабету, по профилактике факторов риска заболевания, ну и формирование здорового образа жизни. Поэтому обращаться. 7 апреля во всех лечебно-профилактических учреждениях проводятся Дни открытых дверей, когда каждый может прийти. Выездные консультации врачей проводятся на дому для инвалидов, участников ВОВ, диагностика и все остальное. Ну то есть как бы решение всех есть, но каждому по своим, так сказать, рекомендациям, ну и по листам диспансеризации. Лидия Семеновна Баранова звонила, такой вопрос, сначала реплика, всю жизнь мы платим налоги, в том числе и на социальные нужды. Раньше были дома отдыха, где было много пожилых людей, в старости, хотелось бы отдохнуть в таком доме отдыха, что для этого нужно сделать? Ну перекликается немножко с тем, что только что произошло. Да, это действительно, ну многое в жизни изменилось, то, что было раньше, уже не вернешь, естественно, были дома отдыха, они и сейчас есть дома отдыха. Ну путевки, конечно, льготные, всевозможные, предоставляются только для федеральных льготников через фонд социального страхования. Все остальные на общих условиях, за собственные средства, и вы, и я, и другой гражданин могут отдыхать. Сегодня и дома отдыха, и санаторий, все присутствует. Даже наш город возьмите, вокруг тут и Белокуриха, и чего только нету. Пожалуйста, обращайтесь, ну, к сожалению, так. Валерий Петрович, такой вопрос, хотелось бы обучиться работе на компьютере. Слышал, что раньше в городе были такие курсы именно для пенсионеров. Имеются ли такие курсы сейчас, куда можно обратиться? Да, много лет назад, ну, много я, наверное, сильно сказал, лет 5-6 назад, такой центр по обучению был бабушке-дедушке онлайн, создан вот в этом центре на Ленина 108. Он продолжает свою работу, поэтому обратиться туда. Волонтеры, специалисты наших городских образовательных учреждений на добровольной основе занимаются, учат компьютерной грамоте. Поэтому, пожалуйста, в любое время, там потом в график включат, удобно для вас время посещения, и образовывайтесь. Так, и, пожалуй, последний вопрос. Хотели бы узнать, имеется ли в нашей республике частный пансионат для проживания пенсионеров, где предоставлены условия медицинского обслуживания года за малоподвижными пожилыми людьми? Ну, по крайней мере, в городе таких частных пансионатов нет, однозначно. В республике вот есть он, но не совсем, наверное, в этом ключе, как задается вопрос. В Кушагаче есть частный пансионат, который оказывает сынские услуги, но это все однозначно на платной основе. Есть возможность, значит, получаете полный пакет всех услуг, как говорится. А в городе пока таких вот пансионатов даже и платных как бы нет. У нас достаточно широко спектр, так сказать, лечебно-профилактических учреждений, разной направленности, я думаю, что всех у нас... И в Майме есть реабилитационный центр, там пенсионеров тоже принимают. Он у них уже давно работает, и действительно уже определенную репутацию заработал. Хорошую причем. Очень хорошую. А туда принимают пенсионеров на какое-то временное содержание? Не на временное, а как санаторно-курортное лечение. А, да, да, понятно. На три недели, по-моему, или две недели, смотря как ветеран. Ну, он потому и называется реабилитационный, что там на определенный период и по определенной программе вот это все дело происходит. Очень хорошая репутация, очень хорошие вот центры. Так, со слов, я просто там был в качестве зрителя, однажды будучи в Майминской администрации, ну, по отзывам людей. И поэтому нужно обращаться там на определенных условиях, очевидно. Мы ответили на все имеющиеся у нас вопросы. И в завершении программы, я думаю, имеет смысл сказать несколько слов. Мария Павловна, пожалуйста. Ну, хотелось бы в преддверии 9 мая, это самый главный праздник, праздник Победы. Если бы его не было, нас бы, я думаю, что здесь бы не было. Вот, поэтому я хочу всех ветеранов поздравить с этим праздником. Пожелать им только здоровья, здоровье и здоровье. Остальное все приложится. Вот. И если у вас какие-то вопросы будут возникать, обращайтесь в Совет Ветеранов 2-40-80. Телефон. Находимся мы в проспект Коммунистический, 9. Приходите. Здравствуйте, пожалуйста. Действительно, Мария Павловна, он сказал, что в преддверии наступления Дня Великой Победы, конечно, в первую очередь ветеранов наших поздравить, в первую очередь тех, кто, деды наши, прадеды, вот эту победу нам подарили, скажем так. Ну, а в этой связи всех жителей города с наступающим праздником. Потому что победа за военным нашим дедам и прадедам дала возможность нам сегодня жить под мирным небом, заниматься созидательным трудом, расти детей, воспитывать, как говорится, быть. Ну, мы те, у кого есть героическое прошлое, есть непростое сегодняшнее, ну, а всегда это надежды на лучшее завтра. Поэтому пожелайте всем, хочется, в первую очередь, как сказал вам, правильное здоровье, хорошего настроения. Хотелось бы, чтобы это настроение, как бы, на длительный период сохранялось, любви, родных и близких. Ну, то есть, хорошее, чтобы достаточно праздническое настроение было. Ну, а в связи с этим приглашаем всех 9 мая на наш мемориал в Парк Победы, где пройдут торжества основные. Это и парад будет, и проход техники, парад техники будет. Это и праздничный митинг, который ряд мероприятий такого порядка, это и детское, подростковое, и взрослое мероприятие будет. Ну, а вечером на площадь Ленина вечерняя программа, которая закончится праздничным фейерверком. Поэтому все горожан приглашаем поучаствовать в этих праздниках, создать себе настроение и отдохнуть. Уважаемые телезрители, мне осталось лишь напомнить, что говорили мы сегодня о работе администрации города Горнолатайска с гражданами старшего поколения. С удовольствием напомним о том, что у нас в студии сегодня Танислав Степанович Тюхтенев, заместитель главы администрации города, курирующей социальные вопросы, и Мария Павловна Гайдобрус, председатель Совета ветеранов города Горнолатайска. Я от имени коллектива, телекомпании и медиагруппы «Планета Северус» присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям наших гостей, уважаемые горожане, накануне этого великого праздника и этой великой даты. И, конечно же, мы желаем всем всего доброго. И хочу сказать, что мы планируем прямые трансляции основных событий этого великого дня, 9 мая, Дня Победы. Это, безусловно, трансляция митинга с Парка Победы и вечерний концерт с площадью Ленина. Поэтому смотрите наш канал, разделяйте эту радость со всеми вашими близкими. Еще раз спасибо, кто участвовал, спасибо всем, кто смотрел. Это была программа «Наш город». Увидимся в следующий четверг. До свидания. До свидания.